Демографический кризис Российской мейнстримной прессы на публикацию графика демографического креста России, точнее двух демографических крестов первого 90-х годов, а теперь и второго 2010-2030-х годов. Поскольку Минздрав России так обиделся на привлечение общественного внимания к официальным данным о фактическом росте смертности в последние 10 месяцев, то теперь после публикации графика прогноза быстрого, длительного и устойчивого рост о смертности предстоящие два десятилетия, вплоть до 2035 года, естественно возникает вопрос, какие протесты министерство теперь вынесет в адрес газеты ведомости, опубликовавшего этот график, а также адрес Федеральной службы статистики, рассчитавшей этот прогноз. Однако внутренний голос почему-то подсказывает, что в этот раз Минздрав предпочтет отмолчаться. Как известно, возможности целенаправленной государственной политики по существенному и устойчивому изменению демографического поведения населения в позитивном направлении, увеличение рождаемости, сокращение смертности весьма ограничены. С другой стороны, возможности властей по изменению демографического поведения населения в негативном направлении, падение рождаемости, рост смертности весьма велики. Для этого им достаточно организовать экономические кризисы, социальные шоки, подавление свободного воли изъявления граждан внутри страны, агрессивные авантюры вовне. Именно этим, причем с немалым успехом, и занимаются нынешние российские власти. От внутренней экономической и социально-политической деградации до зарубежных интервенций и попыток конфронтации практически со всем окружающим миром. Возможно, не случайно, что разворот в демографических трендах, хотя и ожидающийся до этого в течение ряда лет, произошел именно после аннексии Крыма, бомбежек Сирии, начала войны против Украины, которая все более начинает приобретать черты столетней. Однако, если сам демографический разворот регулярно прогнозировался, то его фактические масштабы, проявившиеся в последнее время, являются не только неожиданными, но и совершенно беспрецедентными. За последние 12 месяцев, с мая 2016 по апрель 2017 года, рождаемость в России упала до величины 12,4 рожденных на 1000 человек. Это на 6,2% меньше, чем было в предшествующие 12 месяцев. Тогда было 13,2 на 1000 человек населения. За последние 12 месяцев в России родилось на 120 тысяч детей меньше, чем до авантюры Кремля в Крыму, Донбассе, Алеппо. Такое поведение рождаемости имеет лишь единственный аналог в недавней российской истории 92-93 годов, когда властями была организована настоящая экономическая социально-демографическая катастрофа. Второе ее издание происходит прямо сейчас на наших с вами глазах. Под темпом падения рождаемости 2016-17 годы стали повторением 92-го и 93-го. Это поистине настоящая демографическая забастовка, вынужденный отказ миллионов людей, казалось бы, самого властного человеческого инстинкта, от самой драгоценной человеческой радости, от самой важной инвестиции в будущее свое и своей семьи, от желания заводить собственных детей. Как известно, некоторые животные не размножаются в неволе. Если у людей нет возможности изменить условия своего существования, как в свободных странах, если у них нет возможности даже цивилизованно выразить свой протест, то им остается лишь бежать из этого рая. Если у них нет такой возможности, то их ответом становится отказ от продолжения собственного рода. Когда в следующий раз вы услышите про 85% поддержки режима, вспомните цифры о национальной демографической забастовке, беспрецедентное падение рождаемости на 18-м мирном, в кавычках, году этой власти. Когда в следующий раз вам будут рассказывать, что Крым наш, то все любители крымского бутерброда должны знать, что расплатой, причем далеко не единственной, а лишь одной из многих, за военные авантюры и грабеж чужой собственности уже стали сотни тысяч нерожденных в России детей. То, что на беспристрастном языке экспертов, сухо именуется национальной демографической катастрофой.